Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о производстве японских джинсов. Сложно найти человека, у которого в гардеробе нет хотя бы одной пары джинсов. Плотный и жесткий материал, использующийся для парусов и защиты груза, претерпел не одно изменение, прежде чем стал всем нам знакомым денимом. Материал саржевого плетения получил свое название от французского города Ним. Изначальное «Search Denims» сократилось до короткого «Denim». Ткань использовалась для защиты перевозимого груза, а затем стала одеждой моряков. Сегодня наш рассказ о дениме, производимом в Японии. Качественный деним в Японии начали производить лишь в начале 1970-х годов. Как правило, первопроходцем называют фирму Курабо, которая выпустила свой первый деним KD-8 в 1972 году. Здесь же стоит отметить, что первые образцы японского денима не относились к типу селвидж. У них не было знаменитой красной кромки. Да, сегодня понятия японские джинсы и селвидж зачастую идут рука об руку. Однако начало производства японского селвидж-денима относится к концу 1970-х – началу 1980-х годов. Для производства денима японцы используют хлопок из Зимбабве, США, Австралии, Перу, Индии, Китая и Кот-де-Вуара. В ряде случаев предпочтение отдается высококачественному длинноволокнистому хлопку. Хлопок в больших тюках поступает на фабрику. Качеству хлопка предъявляются высокие требования. Именно таким требованием отвечает хлопок, полученный из Зимбабве. Этот хлопок собирают вручную, а не машинами. Волокна хлопка очень длинные и прочные. В нем очень мало мусора и повреждений. Он отличается особым глянцем. Стоит такой хлопок довольно дорого. Ткань из него получается мягкая, с легким блеском. Сначала из хлопка получают нити. При их получении короткие нити удаляются, а остаются только длинные и прочные. Качество нитей очень важно, так как от них напрямую зависит качество джинсовой ткани. На следующем этапе происходит окраска нитей. Мастеру Хисао Манабе требуется от одного до двух месяцев, чтобы покрасить эти нити в темно-синий цвет индиго. Джинсовая ткань, сделанная из этих нитей, сохранит этот насыщенный цвет, как и ногти Манабе, в течение трех недель. Это потому, что Манабе использует настоящий индиго вместо синтетических красителей, с использованием которых сегодня производится большинство джинсов. Одним из наиболее известных производителей японских джинсов является Маматаро. Девиз бренда «Сделано вручную, без компромиссов». И качество продукции доказывает это. Маматаро является уникальной японской маркой, производящей джинсы из денима высокого качества. Несмотря на то, что бренд считается относительно молодым, датой рождения принято считать 2006 год, его продукция снискала любовь и почитание миллионов людей по всему миру. Наименование Маматаро было взято от имени героя японского эпоса «Мальчика Маматаро». Он был символом молодости, обновления и надежды. Также и джинсы, выпускаемые одноименным брендом, стали ассоциироваться с юностью. Пара джинсов Маматаро, окрашенных натуральным индиго, может стоить более 2000 долларов. Но использование настоящего индиго – это всего лишь один элемент, который может поднять цену японского денима. Каждый этап производства требует тщательного внимания. Так что же отличает японский деним от других тканей и делает его таким дорогим? Если говорить в общем, то японский деним относится к джинсовой ткани, произведенной именно в Японии. Этот тип джинсовой ткани производится в Японии, в Кадзиме, в Приморском районе, в городе Курасике, в префектуре Акаямы. Этот район известен в Японии как джинсовая Мекка, ведь именно здесь начали производить первые японские джинсы. Маматаро – один из самых известных джинсовых брендов Кадзимы. Но прежде чем Маматаро сделает джинсовую ткань, сначала нужно покрасить нити. Самые дорогие джинсы компании окрашены вручную натуральным индиго. Натуральный индиго получают из листьев растения индигофера. Окрашивание ткани натуральным индиго считалось ценным видом искусства в Японии на протяжении веков. Манабе красит 60 рулонов хлопка в течение нескольких дней. Он отжимает каждый рулон и вешает его сушиться перед тем, как покрасить следующий. После пяти окрашиваний цвет нитей будет такого цвета. Когда нити высохнут, они будут примерно в два раза темнее, чем сейчас. Манабе должен покрасить каждый рулон около 30 раз. В противном случае цвет не будет достаточно темно-синим. Окрашивание джинсов таким образом не только занимает больше времени, чем обычно, но и делает ткань дороже. Так, килограмм любого синтетического индиго может стоить от 4 до 5 долларов. А натуральный индиго в зависимости от качества может стоить в 10 раз дороже. И это очень дорого. Например, фабрика закупает тюк за 150 тысяч йен или примерно за 1170 долларов. Одного такого тюка достаточно, чтобы покрасить около 15 пар джинсов. И хотя использование натурального красителя увеличивает стоимость производства, он оказывает на ткань уникальное воздействие, которое невозможно получить при помощи синтетических красителей. Красители, полученные из растений, включают не только синий, но и другие цвета. Например, в своем составе он содержит немного желтого красителя. Это придает небольшие оттенки синему тону. Также там присутствуют цвета, которые нельзя получить из синтетического индиго. Сегодня более дешевые синтетические красители в основном заменили натуральные. Поэтому джинсы, сделанные по-прежнему с использованием натуральных красителей, часто считаются товаром премиум-класса. Отчасти поэтому фирменные мамотара или джинсы с золотым лейблом стоят более 2000 долларов. Повышенная цена этих джинсов – это дань уважения тем дополнительным усилиям, навыкам и деньгам, которые вложены в них, ведь нужно вручную покрасить нити и получить правильный цвет. Однако далеко не все японские джинсы, в том числе мамотара, изготавливаются из натурального индиго. Но даже на остальные джинсы цена остается довольно высокой – примерно от 200 до 300 долларов за пару. Одной из отличительных черт джинсов мамотара является этот шелкографический лейбл в виде двойных белых линий на заднем кармане, который обозначает самурая периода Эдо. По мере износа джинсов полосы должны исчезать, и это является одним из уникальных свойств этих изделий, выделяющих их среди прочих. Теперь фирма стала делать эти полоски различных цветов, так как не всем нравится белый цвет. Фирменный лейбл из коровьей кожи с логотипом мамотара, скрытые заклепки, жакадровый карман и ширинка на пуговицах характерны для этих джинсов. Сегодня японский деним также часто подразумевает джинсовую ткань с кромкой. Название происходит от способа ткачества ткани на этих старых челночных ткацких станках. Работники ткут ткань с запаянным или самообработанным краем. Отсюда и название селвидж – ткацкая кромка. Внешне она напоминает узкую тесьму и при шитье не требует дополнительной обработки. Это плотно сплетенный край джинсовой ткани, нити которой идут параллельно нитям основной ткани. Такая технология не дает ткани распускаться. Края же обычных джинсов распускаются легко, так как обработаны без укрепления тканевой структуры. Отличительная черта такого денима – вплетенная цветная нить, которая идет вдоль внешнего шва. Зачастую используют нить красного цвета или белого, или же сочетание этих двух цветов. Таким образом, край ткани не изнашивается и не распутывается. Джинсы, сшитые из денима, окрашенного натуральным индиго, зачастую являются более светлыми, чем джинсы из денима, окрашенного синтетическим индиго. Кроме того, они обычно приобретают менее контрастную патину и медленнее выцветают. Особенность джинсов заключается также в особом способе плетения японского денима. До того, как Тойота начала делать автомобили, она выпускала вот такие ткацкие станки. Впервые появившись в 1920-х годах, эти ткацкие станки Тойота сегодня больше уже не производятся. И хотя они выглядят неплохо и работают вроде быстро, ткачество при таком способе занимает в пять раз больше времени, чем ткачество на современных ткацких станках. Изначально такие машины были единственным способом изготовления джинсов в США и во всем мире. И даже сейчас, век спустя, люди продолжают платить миллионы йен за винтажные джинсы, которые выпускались в 1920-х годах. Несмотря на то, что ткацкие станки автоматизированы, опытные техники должны внимательно следить за ними во время их работы. Они проверяют, чтобы каждый ткацкий станок работал без сбоев и чтобы все нити были выровнены правильно. Тем не менее, возможно, что-то может пойти не так. Особенность в том, что если какая-нибудь деталь сломается, то заменить ее при ремонте очень сложно, поскольку новые детали не изготавливаются. Приходится снимать деталь со старых машин и таким образом использовать. Помимо медленного ткачества, ткацкие станки производят ткань шириной менее одного метра. Это примерно половина ширины джинсовой ткани без кромки. Поэтому производителям нужно больше ткани, чтобы сделать пару джинсов с кромкой. Это также еще один фактор, который удорожает производство и в конечном счете влияет на окончательную цену джинсов. Челночные ткацкие станки для производства кромки также менее точны, чем обычные ткацкие станки. Но различия в ткани делают каждые джинсы уникальными. Именно это придает джинсам особую привлекательность. В то время как большинство других джинсов имеют гладкую поверхность, японский деним немного грубее. Неравномерность является наиболее важным аспектом джинсовой ткани и проявляется в вертикальном выцветании джинсовой ткани по мере ее старения. В то время как большинство джинсов Мамотара изготавливаются на автоматизированных ткацких станках, самые дорогие джинсы с золотым лейблом производятся еще более медленным и древним традиционным методом – вручную на старинном станке. На нем ткачьи могут соткать всего 10 сантиметров ткани за один час. И хотя этот процесс увеличивает цену, дополнительные усилия придают джинсам совершенно другой вид. Самая большая разница в том, как их ощущает человеческая кожа. Если обычные джинсы сначала кажутся немного жесткими или крахмалистыми, то джинсы, сотканные вручную, мягкие с самого начала. Это можно почувствовать сразу после первой примерки. После того, как ткань соткана вручную или на челночном ткацком станке, она направляется в швейную мастерскую. В среднем большинство других видов джинсовой ткани весят от 311 до 397 граммов, в то время как большая часть джинсовой ткани из Японии весит 567 граммов. Конечно, более тяжелая ткань усложняет работу швеи. Еще одним краеугольным камнем японского денима является ремесленный характер окончательного формирования джинсов. В Маматара все швы выполняются вручную. То же самое касается добавления каждой медной заклепки. Окончательный вид готовой пары во многом зависит от внимания изготовителя к деталям. Поскольку кромочные ткацкие станки менее точны, ткань, естественно, будет иметь несколько дефектов. Но если розничные магазины Маматара обнаруживают что-нибудь неладное с джинсами, они помечают их такой маленькой наклейкой и отправляют в комнату контроля качества. Контролер просматривает порванные джинсы, используя пинцет, чтобы восстановить каждое отмеченное место. Японский деним из этого города нашел свою нишу в производстве джинсов. Джинсовая индустрия не очень долго была заметна лишь в Кодзиме. Через несколько лет японский деним вышел далеко за пределы Японии и сегодня он считается одним из лучших видов джинсовой ткани в мире. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok